Здравствуйте, незнакомцы из интернета! Я, Майя Белорусска в Словакии, в Братиславе, а также студентка медицинского факультета университета Каменского в Братиславе, в Словакии. Это за 5 секунд ответ на вопрос, который мне прилетает чаще всего, а где именно в Словакии ты живёшь? Я говорю об этом в начале каждого своего видео, так же, как и о том, где я учусь, откуда я, кто я, что я и почему я. Три главных слова. Базош, Хеурека, Базар. Всё, по-моему, это три главных, три главных слова. Добавьте к каждому из них окончание .sk, .sk, и вы получите три главных сайта, где вы можете купить бэушные, уже немного использованные, а порой и совсем не использованные товары. Причём, абсолютно любого вида и типа, я не знаю, детских игрушек, одежды, техники, книг, просто всего чего угодно, что только вам спридёт в голову. Недавно мой, мой старый компьютер, мой старый ноутбук, которому уже четыре с половиной года, он, в принципе, до сих пор неплохо работал, но проблема в том, что там совсем сломался динамик, то есть я не могу ни какой-то онлайн-экзамен сдавать, ни, в принципе, ничего смотреть. Звук просто не работает, и недавно отказала ещё и зарядка. Я, конечно, куплю новую зарядку к нему в любом случае, буду им как-то пользоваться, просто буду проводить на нём все операции, не связанные со звуком. Но в любом случае мне нужен уже был какой-то свой новый ноутбук с работающим звуком и не зависающий, с работающей зарядкой. В целом, хороший новый ноутбук с Intel Core i5, Intel Core 5 или 7 или более. Ну вот какие считаются самыми современными, кстати, что такое Intel Core? Операционная система, что такое Intel Core? Износится примерно Core, торговая марка микропроцессоров, производимых компанией Intel. Вау, логично. Процессоры Core являются преемниками процессоров предыдущего поколения, представленных Pending и Celeron. Ладно, ничего не понятно, я знаю только то, что на моём старом ноутбуке был Intel Core i3, и что это уже считается довольно устаревшей моделью. Парень и знакомые мне сказали, что всё, новый ноутбук мне нужен уже с Intel Core i5. Поэтому, посмотрев на цены, на новые ноутбуки с таким микропроцессором, в магазинах, технических магазинах техники, как там «Най, мамы, выпредай». Новые ноутбуки современные такого поколения, такого вида, такого типа стоят в магазинах техники и электроники порядком 500, 600, 500, 600. Учительницы русского языка исправь меня, евро, а то и больше, и больше, и больше, в зависимости от навороченности, популярности, фирмы и прочего, и прочего. Поэтому, тратить столько не хотелось, хотелось новый хороший ноутбук, но раза так в два-в три дешевле. Что мы делаем? Мы идём на эти сайты, ищем и находим. Я нашла прекрасный, чудесный, качественный ноутбук фирмы HP, новый, неиспользованный, свежесобранный и за 270 евро. В магазине я бы его купила евро за 600, я его купила за 270 евро. Ну, его хотели продать за 280, но тут есть пара царапинок, так что... Так что продали мне его в итоге за 270 евро. И да, продал мне его, если я не ошибаюсь, мужик, который, возможно, даже сам этот компьютер и собрал. То есть, я не пришла к кому-то домой, в какое-то подполье. Это был как будто бы офис небольшой этой фирмы, где вот по низкой цене продавали хорошие ноутбуки. Пользуюсь им уже неделю, никаких жалоб, люблю, обожаю. Всё выглядит просто чудесно. Ну и давайте я его вам покажу вблизи. Как выглядит моя прелесть с камеры второго вида? Вот, видите, тут царапинки. Но у него такая приятная матовая поверхность. Знать бы точно его модель. Может быть, вы знаете, напишите мне. Очень приятный. Лёгкий, невероятно. Что тут написано? Про Windows, Windows Pro. Вау, вау. Тут ещё что-то написано. Вряд ли вы увидите. Я сама не... Ага, так вот. Может быть, есть здесь кто-то, кто разбирается и скажет мне, что именно это за чудо. Он невероятно тоненький, лёгенький, удобный. Четырнадцать пальцев, диаметр, размер экрана. Я думала... Я боялась, что он будет маленький, но оказался D.U. Нет, HP. Это компьютер HP. Оказался в самый раз. Сейчас я его открою. Так. Матовый экран. Это что? Это я уже запачкала. Не обращайте внимания. Так. Эта прелесть выглядит изнутри. Он не грязный. Просто матовый. Такой цвет. Такой свет. Тут две... Два дисплея, две мышки. Вот тут можно водить, тут можно водить, тут можно нажимать, тут можно нажимать. Я умею объяснять, правда? Давайте его включим. И... Так. Так. О! HP EliteBook 840G3. Пожалуйста, просто посмотрите на цены на такой же новый ноутбук. Вот, скажем, 647, 500. В общем, минимально в два раза дешевле я его купила. Раз уж речь зашла о технике, не могу не похвалиться еще и этой малышкой. Не обращайте внимания, тут я ее немножко запачкала. Эту штучку я сейчас мою, стираю, чищу, полирую. Кофе-машинка. Она точно такая же была фирма, модель была у моих родителей, когда я с ними жила. Так что я уже знала, что она готовит, варит кофе чудесно. Перемалывает зернышки, которые вот тут вот есть. Восхитительные. Но стоит новая такая 250 евро. 250 евро. Это почти вся моя стипендия. Но на фейсбуке, вот вам еще на заметку, базар, базош, хелрика и вот еще фейсбук. Фейсбук маркет. Я ее увидела всего лишь за 90 евро. Тоже абсолютно новую, неиспользованную, хорошо работающую. Я думаю, это была судьба. И вот я ее приобрела. Радуюсь, пью вкусный кофе. Что ж, на этом это второе только что снятое мною видео. Что я снимала до этого? Посмотрите. Медосмотр медкомиссии в Словакии для получения ВНЖ. Нужно еще подумать, как бы более классно назвать. Добиваю свой вкуснейший кофе. Желаю вам отличного дня. Конечно же, смейтесь, сияйте. Следуйте за мечтой вместе со мной. Признаюсь, немного как-то боялась снимать видео в этой комнате. Боялась, что освещение намного хуже, поскольку свет исключительно искусственный. Свет естественный тут как-то не очень смотрится на видео. Но буду надеяться, что все получилось. Что вы насладились качеством видео и моей речи. Пожалуйста, пишите комментарии, подписывайтесь. И да, пока-пока.